Привет, друзья мои! Мы с вами сегодня в Юникло, и я надеялась застать тут коллекцию Юникло и Моримека. У них есть новый коллаб, и они его рекламировали усиленно, но нету в нашем магазине. Да, к сожалению, нету Моримека у нас, потому что магазин у нас не центральный, а такой маленький небольшой магазин, поэтому там не всегда бывают все коллабы. Ну вот я нашла из интересного джинсовые юбки, которые уже много лет, ну, много, несколько лет очень-очень в моде. Они из трех цветов, они стоят 50 долларов. Вот есть черные, потом темный такой джинс, и джинса посветлее. А вообще в Юникло уже царит весна и лето. Посмотрите, майки с коротким рукавом, очень много вещей летних и весенних появилось в Юникло, хотя на самом деле по времени еще, по-моему, как-то рановато, но тем не менее. А джинсовые такие курточки, не только джинсовые, вот эта вот куртка из джинсы, но такой тоненькой, по 60 долларов, явно такая уже весенняя коллекция, потому что она, несмотря на джинсус, довольно тоненькая. И вот эти вот такие же куртки из другой ткани, такая дерюшка, бежевые, черные, тоже довольно тонкие, легкие, ну, прям совсем уже такие весенние. И вот все вот такое вот тонкое, летнее, легкое, свитеров почти нету там, потом я вам покажу. И вот уже платья летние появились. Вот это вот на распродаже такие свитера-гольфы из такой типа фланели разных-разных цветов. Ну, это такая как бы нижняя одежда под свитер, под пиджак, под жакет, под какой-то надевать. И вот платья, да, вот уже летние платья появились. Я помню эти платья, они их делают каждый год разных цветов, по чем они в этом году 50 долларов. Как-то, по-моему, подешевели они, я не помню, сколько они стоили в прошлом году, может быть, стоили столько же. Летние панамы такие вязанные. И вот эти платья, они есть подлиннее, покороче, с рукавом, такие с ниже колена и выше колена. И вот платья без рукава совсем, тоже короткие и длинные. Я вам хочу сказать, что, несмотря на их простоту фасона, они довольно неплохо лежат. Тоже по 50 долларов они. Они выглядят, знаете, когда их надеваешь, они выглядят довольно неплохо. Но пока мы их мерить не будем, оставим на лето. Вот эти платья, мне в принципе нравятся трикотажные эти платья, но это не фасон для меня. Мне не подходит это девочкам постройнее, потому что они очень увлекают, все это не очень хорошо. Ну вот, есть куртки, они на распродаже. Короткие в основном. В общем, очень много раскупили. 129 долларов они сейчас стоят, вот эти куртки. Они не совсем короткие, они такие попу закрывают, но не длинные пуховики. А длинные вот там вот виднеются, я вам потом покажу. Тоже на сейле они сейчас. И их не так уж и много, им был завешан весь магазин. Вот эти пуховики, я вам примеряла их, они стоят по 180 сейчас. Их достаточно мало. И вот эти тоже мы примеряли с вами. Это вот эти вот такие пуховики, которые без непростеганных. Такой сплошной пуховик. И у него, по-моему, дополнитель был не полностью пухперу, а какая-то там еще была синтетика, что мне, в принципе, я не знала, но мне написали, что это даже лучше, что они даже теплее. Вот. Но их мало, их прям реально мало. А если учесть, что просто весь магазин был завешан пуховиками, то я хочу сказать, что их хорошо так раскупили. Вот эти кофточки симпатичные. Я взяла ее в примерчину с собой. По 60 долларов. Мне почему-то казалось, что они на сейле, но они нет. Они из разных цветов. Видите, розовый, зеленый, синий в полосочку, черный. А-ля Шанель такой жакетик. Всякие вот остатки свитеров на распродаже. Вот эти полосатики, тельняшки. Ими было тоже завешено весь магазин. Сейчас их мало совсем осталось. Свитера по 40 долларов, которых шерсти, по-моему, только 8%. И они стоили, по-моему, 60, а сейчас они стоят 40. Да, 60% акрил, 8% шерсти. Ну, вот эти вот свитера и вот эти вот кофты на пуговицах, они сейчас все на распродаже за 40 долларов. Ну, так уж это и дешево для акрилового свитера. Ну, вот эти тоже. Вот эти вот с ромбиками, вот такие вот. Тоже по 40 они. Вот. И вот такие вот тоненькие по 29. Вот эти тоненькие. Вы знаете, кашемировых свитеров, они были у них на веб-сайте. В магазине их вообще не было. Или их раскупили тут же, или что, я не знаю. Ну, в общем, вот. Ну, вот тонкие пуховики еще остались. Вот эти вот куртки все. Тонкие пуховики висят. За 80. Ах, как жалко. Как я хотела поймать... Как я хотела поймать Юникло. Юникло Маримека. Ну, я так и думала, что или все раскупили уже, или их так и не завезли сюда. Потому что, ну, это такой не центральный магазин у нас. В нем, в принципе, никогда не бывает всех-всех коллекций. Так, здесь это спортивные куртки. Ну, майки вовсе уже. Я смотрю, что уже, вот смотрите. Ну, майки всегда у них здесь были. Они, по-моему, спортивного типа такие. Джинсы. Пижам, по-моему, вообще не осталось. Пойдемте посмотрим, что еще есть. А, там, кстати, были платьицы интересные, новые, но тоже летние. Я вам их не показала. Ну, наверное, возьму примерить. Вот такие штаны карго. Везде и всюду. Здесь тоже какие-то распродажи. Ну, попытаюсь что-нибудь изобразить, девочки. Хотя Юникло стало совсем плохо с одеждой. Это я вам показывала. Это утеплительное белье. Носки, носки, носки. Ну, хорошо. Давайте я что-нибудь возьму намерить. Потому что так снимать, общий обзор, снимать нечего. Потому что все вот какой-то вот... Да, пижам нет. Вот это единственное, что... Ну, такие домашние штанцы. Такие вот, знаете, из такого вафельного такого типа. И вот такие кофты. Но это не к ним кофты. Кофты другие немножко. Вот штаны вот эти вот. А, вот такие вот штанишки. И к ним вот такие вот кофты. Как... Ну, это как такая домашняя одежда. Это даже трудно назвать пижамами. Давайте пойдемте что-нибудь примерять. Ну, что ж, дорогие девочки. Мы в примерочном Юникло. Я очень старалась. И пошла по зелененькому сегодня. Видите, я сегодня в тему. Но у меня пальто зеленое. А по ним совсем ничего зеленого. Поэтому я сейчас сниму и покажу вам. Вот. Но я принесла вот эти припу. Кстати, я давно хотела их померить. Они очень приятные на ощупь. Ну, такая блузочка, значит. Интересный свитер. Видимо, кто-то его сдал. Потому что их нет в магазине. Он один. Вот этот жакетик симпатичный. И вот новые платья уже появились. Похожие на те же, что у них были. Но это вот эти вот платья уже такие весенне-летние начинаются. Я другие не брала. Потому что я подумала, что я буду летом проверять, если я сейчас переверю все летние платья. Сейчас сниму пальто. Покажу вам, что у меня будет. Так, у меня такой свитер длинный с разрезом. Это свитер платья. В общем, платье. Только его нельзя носить как платье. Потому что оно, видите, здесь такой у него большой разрез. И по нему нужно надеть какую-то юбку. Или какую-то платье комбинацию. Или что-то такое, чтобы вот торчало внизу и в разрез. И вот такие вот у меня украшения. В тон юбки. Видите, у меня тут всякие разноцветные штуки. Это не винтаж, это обычные. Вот юбочку. И вот такая вот я сегодня. Вот такая. Белые сапоги. Кстати, девушки, которые мне пишут. Одна девушка мне все время пишет. Сколько можно вам носить эти сапоги? Какие-то старомодные у вас сапоги. Скажите мне, у нас зима в Канаде холодная. А что мне носить? Туфли, я не понимаю, у вас такие претензии ко мне насчет сапог, что перестаньте носить эти сапоги. А что мне носить зимой в Канаде? Простите, пожалуйста, босоножки. Я не очень понимаю, как бы объясните мне. Какие-то другие сапоги носить? Ну какие сапоги? Ну вот сапоги и сапоги. А какие еще бывают сапоги? Такие совершенно нейтральные, абсолютно сапоги. На не очень высоком каблуке обычные сапоги. Ну в общем, это я так шучу. Ладно, нет, я не шучу на самом деле. Действительно, одна дама все время пишет, что вот ее очень раздражают мои сапоги. Я не понимаю, что она хочет, чтобы я носила зимой в Канаде. Все, давайте примерять. Так, слушайте, юбка такая короткая. Я не ожидала. Я думала, что они длиннее. Значит, у них есть остатки этих юбок. У них их было очень много. Сейчас осталось, в реальном магазине осталось две. Вот это еще одна. Ну это восьмой более или менее мой размер, но она очень короткая. Прям совсем такая. Ну и тут карманчики, но она такая прям совсем детская, молодежная. Я что-то думала, что она подлиннее будет. И вот этот свитерок я примерила. Это какой-то коллаб. Я вам потом покажу. Но вешенки интереснее будут. Я даже их не видела. Я даже не знаю, откуда они взялись. Очень смешной, интересный у него рукав. Сейчас мы про него посмотрим, прочитаем. Видимо, тоже кто-то сдал. Он на сейле сейчас. И я... Это свой размер был единственным. Мне бы надо было больше. Но я даже не знаю, что это за коллаб и с чем. Что это за свитером. Потому что их не было в магазине. Вот, видимо, кто-то заказал с онлайн-магазина и сдал. Поэтому он висит один. Ну и юбочка, конечно, очень короткая такая. Ну вот. Вот такой комплект. Так, юбчонка коротюсенькая совсем. Значит, стоит она 50 долларов. Я думаю, что сейчас дешевле. Мне кажется, они уже на сейле. Просто там она одна висит. Непонятно. В общем, восьмой размер. И в ней 10% шерсти. Все остальное 90% полиэстера. Подкладка, полиэстер. Здесь есть подкладка. Вот. Симпатичная, приятная такая зимняя расцветка. Но очень короткая. Я прям даже не ожидала. Думала, она все-таки как-то подлиннее будет. Хотя, чего я не ожидала. Вот карманы, значит, взять замок на ней. Они тоже были всяких разных расцветок. Я думаю, что онлайн они еще есть. Но, наверное, размеры... Вот это восьмой мне прям... Шестой я бы уже не влезла. Даже лучше было бы десятой. Она бы и подлиннее была. И сидела бы лучше. А вы знаете, что свиторок сделан из стопроцентной шерсти? Видите? Сто процентная шерсть. И он стоил 60, сейчас он стоит 40. И это вот такой вот коллаб. Аня Хиндмарч. Хиндмарк. Не знаю, никогда не слышала. Слушайте, первый раз вообще вижу в Микро. Смол размер маловато чуть-чуть. А так, в принципе, за 40 долларов шерстяной свитер. Но ничего в нем особенного нет. Вот, значит, сделано вот такой пройман, как будто бы зашито наизнанку. Рукав внизу почему-то другого цвета. Так, он темно-синий. А вот манжет, видите, сделан другого. А, один манжет. Ой, какой интересный свитерок. Один манжет сделан другого цвета, а другой манжет сделан такого же цвета. И на руководке такая смешная мордочка. Наверное. И вот здесь сзади у него такой бантик. Бантик. И вот здесь вот такая прошивка идет. Вот такой вот свитерок. Чисто шерстяной. Неплохой. Я их не видела в магазине вообще. Но в веб-сайте тоже особо не видела. Хотя я смотрела, что у них есть. Не знаю даже этот коллаб. Первый раз вижу. Если вы знаете, напишите мне. Что это за коллаб такой? 40 долларов, в смысле? Так, деловой офисный стиль. Блики мне прям очень нравятся. Прям такие классные. Здесь у меня эта рубашка. Я не расправила как следует. В рубашке, их вот эти, знаете, я критиковала сильно всегда. Потому что, ну, у них вот эти рубашки, они продают каждый год. Одни и те же, одни и те же. Начинаются хлопания дверями. Но вот эти конкретно, значит, они есть вот такого цвета зеленоватый. Такой есть бежево-золотистый и черный. Даже черную, черная мне понравилась. Но я просто подумала, что не будет видно на ней. Короче, знаете, вот эти рубашки неплохие у них. Они такие шелковистые, как будто бы такие. Очень офисные, да, деловые. Но, в принципе, ее можно вполне. Она как бы не очень старомодная. Это размер ларч, кстати, я взяла побольше. И она неплохая. Я потом ее выпущу, вам покажу ее длину. И брюки. Брюки просто блеск. Брюки абсолютно шикарные. Это размер ларч. Они сидят великолепно. Высокая посадка. По-моему, 60 долларов они стоят. Состав я сейчас посмотрю. Ощущается как шерсть. Ну, конечно, это не шерсть. Тоненькая полоска. Напаляют мне брюки шерстяные из кос. Ну, там была шерсть, а этого, в общем, нет. Но мне очень они нравятся. Они очень классного фасона. Очень-очень классный фасон. Хорошая длина. Мне в самый раз то, что нужно. Сейчас я вам засниму так в полный рост, чтобы вы поняли, как хорошо они сидят. Эти брюки прям шикарные. В них можно пояс тянуть. Здесь есть эти шлевки. Очень мне понравились. Сейчас я выпущу рубашку, покажу вам, какой она длина. Так, рубашка вот размер ларчи. Она вот такая вот длинная. Хорошей длины. Все закрывает. И размер, в принципе, ларчи мне нормально. Закрывает паховый зон. Попу закрывает. Все закрывает. В общем, классно. Рубашка неплохая. Я должна сказать, что вот эти рубашки у них неплохие. У них есть такие старомодные очень. А вот эта, она вне моды, вне времени. Она совершенно всегда будет. Ну, более-менее, не то, что там она на пике моды или какая-то там трендовая. Ну, вот как рубашка, просто в офис. Или если вы любите носить вот такие рубашки, то вполне, вполне можно ее купить. Так, рубашечка полиэстер. Да, полиэстер. Значит, стоит она 50 долларов. Это размер ларчи. Ну, нормально такая вот. Знаете, видите, она с таким легким блеском. Такая, типа офисная элегантная рубашка. Бородничок так неплохо сделала. Ну, нормально. Так, жакетик под Шанель с брючками. Он такой с карманчиками. Брючки, жакетик. Что-то меня уменьшительно ласкательное понесло. Вы знаете, что он неплохой. Ну, такой вот. Может, не с этими брюками. Я его еще померю вот с этим вот платьем. Вот эти квадратные фасоны, мне, может быть, лично мне они не очень идут. Он должен быть, на мой взгляд, или совсем короткий, или уже тогда, ну, но длинный. Если он будет, это тоже будет красиво. Цвет красивый. Они есть в полосочку. Есть черное, там, бежевое, розовое. Вот такой зеленый цвет, красивый цвет. Вот такой. Он на вешалке выглядит лучше, чем на мне. Может быть, это на ней не идет он. Потому что это не мой фасон, не моя длина, не совсем мой кардеробчик. Хотя я люблю такие. Ну, как-то мне он, по-моему, не очень идет. Вы знаете, вот в брюках нету ни грамма шерсти. 66 плестро, 28 район и 6 спандексов. Я была уверена, что в них есть какая-то шерсть. Они такие на ощупь приятные. Вот я помню, брюки я мерила в кос, шерстяные. Вот они очень-очень похожи были на ощупь. Вот знаете. И стоят они 60 долларов. Размер large. Я была уверена, что в них, ну, процентов 20 шерсти есть. Но видите, как... Так какой полиэстер научились делать, что не отличишь. Значит, вот они вот с такими вот защипами спереди. Очень хорошо сшиты, прекрасно сшиты. Карманы здесь у них сделаны. Брюки очень рекомендую. Просто шикарные. Кроме того, что это сплошной плестр, но вы знаете, они так красиво сидят и так хорошо выполнены. Очень красивая вот эта ткань. Ну, супер, мне очень нравится. Так, в жакетике у нас 41 акрил, 32 плестр и 27 хлопок. Стоит он 60 долларов. Тоже был размер large. Вот такой. Красивая вязочка симпатичная. Кармашки настоящие, не фейковые. В общем, неплохой такой. Ну, как там? Цвет очень красивый. Вязка красивая. Ну, девочки, с почином вас и нас. На этот взгляд, самая симпатичная. И, ну, как всегда, вот эти юнихловские платьица. Они мне нравятся. Мне они идут. Но у них ничего нет особенного. Рукавчик такой фонарик. Я их называю чайные. Чайные платья. Потом они пойдут косяками. Здесь юнихлов всякие разные будут. Ну, вот видите, они уже появились. Вообще летняя вещь. Появились весенние, летняя вещь. Что очень странно. Хотя на улице январь. Даже еще не конец. На середине января. Ну, вот так. В общем, вот такой вот платьице. Не знаю, что за состав. У него там есть подкладка. Второе такое платье. Вот. Ну, как на шлейках. Так вот, знаете, как комбинашка приделанная к нему. Не пришитая подкладка. В принципе, ее можно оторвать. И будет отдельная такая подкладка. Я, кстати, очень люблю и уважаю такие вещи. Потому что его можно оторвать от этого платья. И надеться каким-то другим. Ну, то есть, как бы это удобно. Потому что иногда покупаешь что-то. Оно какое-то прозрачное. Не очень это самое. И... Ой, что-то мне надо сделать с головой. Мне что-то так не нравится. Моя прическа, девочки. Хочется или что. Что-то мне какая-то вот... Хочется как-то здесь вот приподнять. Чтобы это было как-то. А то у меня совсем... Совсем нет объема. Вот здесь. Может из-за того, что волосы длинные. Может из-за того, что зима. Или что. Я не знаю. В общем, я что-то недовольна своей прической. Яркный класс. Да, так вот. Вот это вот нижнее вот это платье. Можно его оторвать и носить с чем-то еще. Если у вас есть какие-то полупрозрачные вещи. То это вообще очень удобно. Что не надо покупать специально. Можно вот использовать это платье под несколько вещей. Вот такое вот оно. Деревенское чайное платье. Чайное. Почему-то они так называются. Я не знаю. Цветочек вот этот вот. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, что с платьем вот этот вот жакетик выглядит лучше, чем с брюками. Как-то мне больше нравится. Мне кажется, он более так органично выглядит с платьем. Или может быть какая-то юбка с кофтой, чем с брюками. Как-то брюки деловые. Но он тоже вроде такой под шамель, да? Ну смотрите, как симпатичный. Зелененький, зелененький. Очень такой, прям такой, знаете, пастушка деревенская. Вот такой вот. Ну такой классический кантри, я бы сказала, комплект. Вот такой вот вариант. Вот такой платье, цветочек, кофточка такая. Кантриста деревенская, в смысле. Ну в хорошем смысле этого слова деревенского. Не бескусный, а именно вот такой вот кантри-тензаций у нас. Ну кантриста. Так, вот, верчусь перед вами. Полный раз. Так, значит, платье сделано 100% район и подкладка 100% полиэстер. Это был размер LARCH и стоит оно 60 долларов. Я хочу вам сказать, что что-то, или мне кажется, что в этом году как-то потешевле может быть такое. Потому что я помню, что всегда все платья у них уже были по 69. Или даже по 79. По 70, по 80 долларов. Я еще всегда говорила, что раньше у них были платья там по 40, по 50, ну вот по 60. А сейчас прям все прям очень дорогие стали. Ну вот в этом, вот начало, во всяком случае сезона 60 долларов. Может быть я неправильно помню, что там у них было в прошлом году, но мне казалось, что они все были подороже. Ну и вот такая вот подкладочка. Видите, она вот здесь вот, она пришита на самом деле к платью, да? Мне кажется, ее можно отрезать. Потому что я такой спич толкнула, что это очень удобно, что можно носить с чем-то. Да, видите, она... Да, вот здесь даже не надо ничего отрывать. Здесь, видите, вот такая вот... Даже ничего не надо отрывать. Здесь вот такая вот штука с кнопкой. То есть... И в нее продето вот это вот подкладочное платье. То есть даже ничего не надо отрывать, просто растягнуть кнопку. Его можно снять и использовать для других платьев. Ну что-то цены такие... Не такие ужасные. Я помню, в прошлом году я офигевала от того, что любое платье у них стало стоить 70-80 долларов. А вот сейчас 60. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, девочки, все. Вот такие у нас были сегодня примерки. Из всего примеренного. Мне очень понравились брюки. Очень. Я думаю, ждать мне распродажи. Они никогда не выходят на распродажу. Всегда раскупают до распродажи. Я не думаю, что я дождусь. Но я еще подумаю. Знаете, мне еще что-то не нравится, что они не такие конкретно зимние. Они, в принципе, довольно тонкие. И их можно, в принципе, и зимой носить, ну и весной, и осенью. То есть они прям не теплые-теплые такие брюки, а вполне себе... Вполне себе такие нормальные толщины, потому что у нас в офисе довольно жарко. То есть даже на улице холодно, надеваешь теплые брюки какие-то шерстяные, приходишь и сидишь, паришься там 8 часов. Ну ладно, в общем, посмотрим. Все. Вот такие у нас были примерки. Надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Всяки на блюдце лыжа вам. Владица из Канады. Всем пока-пока.